Геннадий Геннадьевич, здравствуйте! Рад вас видеть. Расскажите, как вы смотрите в финал Кубка Стэнли, куда во второй раз уже в истории вышел ваш ученик Никита Кучев. Как вы его смотрите ночами? Что вы думаете об этом финале? Ваши впечатления как тренера? Потому что на самом деле каждый матч этого финала складывается абсолютно по-разному. Мне даже трудно предсказать, что будет в шестой игре, но мы видим такой разнообразный хоккей, такую переменную тактик. И ваш ученик Никита Кучев зажигает, у него уже 33 очка и осталось только мат. 33, да. Ваши впечатления в финале? Нет, ну, мне, конечно, как бы радостно, что Никита добрался и то, что он хороший хоккей показывает. Много пресса, я тоже все это просматриваю, все слушаю. Да, там, конечно, Худобин очень здорово тащит, конечно, Даллас. Очень здорово. Я, наверное, считаю, что где-то вот за счет него они так-то проходят даже. Вот. Ну и то, что мне, конечно, приятно, то, что Никита, он задает, как бы, темп игры вот там. Там много говорят, да, Хэдман хорошо выглядит, да, Пойнт здорово, Палат вот в этой вот как раз вот в начале, как бы, плей-офф он не очень выглядел хорошо. Сейчас. Но я все равно считаю, что задает вот темп игре и все направление, это Никита. Сейчас вот там поиграет, вот именно вот в его хоккей. У меня, на самом деле, такое есть, ну, я задам пять вопросов по этому финалу, но как предваряете пять вопросов, у меня есть такое чувство, что вообще может ли Даллас интересно сделать сюрприз шестого матча? Потому что, с одной стороны, НХЛ выгодно, чтобы было семь матчей, да, у них такая ситуация необычная, да, им надо продавать телепродукт не для зрителей, им выгодно, я не знаю, как это сделать. Про судейство вы тоже сможете сказать, вам ничего за этот штраф не будет, но мне какие-то моменты по судейству удивляют, да, там. Но что-то такое может быть. С другой стороны, посмотрите, они такой Даллас, команда с какой-то очень большой волей, они прям не убивашки, их там бьешь, они падают и встают, да, там. И у Тампы есть одна черта, которая в последние годы была видна, то есть они очень сильны, то есть это как там Детройт 90-х, русская пятерка, но, например, Вашингтон, вспомните, 2018 год, они ввели 3-2 в серии с Вашингтоном, финал Востока, они должны были эту серию завершать, но 6-7 матча, 0-3-0-4, у них что-то выключилось, какой-то такой психологический ступор, который идет, как мне кажется, может быть, даже от тренера Джона Купера. И как Вы думаете, что может быть, в шестом матче, что Тампа опять наткнется на эту невидимую стену? Да нет, я не думаю, я все-таки думаю, что закончат сегодня они ночью. У меня такое чувство, все-таки, и Тампа уже, она все-таки, если там сравнить вот с тем, с прошлым там финалом, вот, и с теми играми, которые были, я думаю, прошлый год вот им пошел на пользу, что они там вылетели в первом раунде, что где-то, наверное, думали, что сначала легко пройдут, потом вот, как Вы правильно сказали, наткнулись на эту стену, и потом что-то психологически у них сломалось. Я думаю, что сейчас, ну, они видно, они все равно даже вот по последней игре, они играли лучше и моментов больше создавали. Ну, где-то вот у Далласа вот эти, конечно, старички, они опытные, они, конечно, вот цепляются. Здесь они вытянули вот последнюю игру. Две игры, ну, там вторую игру и предыдущую не вытянули, но шесть последних голов Далласа, шесть последних голов забили Джо Павелски и Кори Перри, которым в сумме 71 год. Шесть последних голов. Да, 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 вот они опытные, вот этот опыт, но я думаю, что все равно сейчас здесь вот это все-таки и опыт, и молодость, вот тампы, я думаю, что они все равно, они эту игру должны, должны взять, мое такое мнение. Вам не показалось, кстати, что в предыдущей игре они при счете 2-1, когда Миша Сергачев забил, может быть, как-то излишне чуть-чуть к своим воротам прижались, начали играть на удержание, а может быть, там просто было стечение таких обстоятельств и так просто перевели игру в вертай. Может, надо было, наоборот, давить дальше, быть более активными? Не, ну, туда давить, ну, понимаете, тут в хоккее, тут такая ситуация, и было понятно, что они вот три игры подряд в первую проиграли, три выиграли, что где-то было понятно, что немножко у них, ну, не то, что расслабление идет, а вот какое-то внутреннее, вот где-то они понимали, что у них еще в запасе там есть эти две игры, и где-то все равно вот это вот, оно как бы внутри, вот, ну, в спорте, оно в хоккее особенно, вот, есть такое у ребят, все-таки вот это вот, то, что у тебя еще есть шансы, а Даллас, наоборот, они вот за каждый момент, они вот, они выдавили все, что смогли. Первый вопрос из пяти я вам задам, он про Никиту Кучерова, разумеется, да, вы его знаете, великолепно, превосходно, интересно, кстати, как часто вы с ним созванивались по ходу финала, там, когда мы в последний раз общались, по ходу плей-оффа. Нет, нет, по ходу, по ходу финала я его не трогаю обычно. Да, и вопрос такой, он вас сейчас в этом плей-офф хоть чем-то удивляет, может быть, какое-то что-то новое вы в нем подглядели, и второй вопрос в этом же вопросе, под вопрос, у него тройка вот эта сложилась, Пойнт и Палат, вы видели много разных троек Кучерова, насколько считаете, что это звено прям супер, или вам какое-то звено в истории Никиты нравилось больше, например, у него же там были звенья в сборной России, еще где-то в Тампе раньше, да, там, Стэмкос, еще кто-то. Нет, ну, я считаю, что сейчас и про Никиту, если сказать, чтобы, вот с чего вы начали вопрос, что сейчас он более уверенно выглядит, более уверенно, хотя он игру свою не меняет, он ее шайбу старается за счет вот быстрых передач ускорять игру, он не поменял свой стиль, он не тянет на себя, он, если есть возможность, он вот именно играет на команду. На команду он, вот, молодец, хорошо анализирует, например, вот когда они первую игру проиграли, Далласу, он там где-то сам несколько раз бросал, на вторую игру вышли, он там, когда вот Палату там отдал, вот он, он там на замахе, там Худобин убежал прям к нему, там, там Палат еще ее принял, постоял и забил, он потому что леворутия, а там под правой, вот, и то, что, но вот он посмотрел, что Худобин вот именно ждал вот этих вот бросков от него, и он начал эти прострелы делать, немножко поставил вратаря вот в такую ситуацию, что он в неожиданном, и здесь вот важно, чтобы вот именно непредсказуемость вот этой. Я думаю, что он и сегодня должен что-то выдумать, что-то вот проанализирует, как, чего, что. Он, я говорю, он, он сейчас мне нравится тем, что он, да, он повозрослее стал, он, он, все у него осталось, он более вот стал зрелый такой, он чувствуется, у него удар хорошо держит, да, его бьют там, да, где-то отмахнулся раз, сразу пресса такая, а то, что вот всю игру там тыкали, кололи там разными этими тычками, об этом все молчат. Это тот момент, когда он этот, по жопу, по-моему, да? Да, по конькам ударил, да, вот. Там ничего такого не было, но ударил. Ну и что, его там всю игру ударяли более там, и колющие удары, и разные были там, отмашки. А когда его по детству так били, вы что говорили о Никите на лавке? Ну, знаете, по детству он, я думаю, вспоминаю, он там, как он мог там, он играл обычно на год, на два со старшими ребятами. Он был не крупный, маленький еще, поэтому ему там с кем-то задираться и тыкаться смысла не было бы. У нас были ребята, которые там защищали его. То есть не лезь, Никита, без тебя разберутся, тебя защитят? Не, а зачем, да, но его бы покалечили и все. Да, согласен. Поэтому нет, у него игра была всю, там, в сторону отойти, если какая-то драка. Зачем это надо? Второй вопрос такой, опять же, про Никиту. Он установил рекорд по передачам для россиян в одном плей-офф. Лучше него вообще в истории НХЛ за один розыгрыш. Только грецкий Лемье. Он лучший крайний форвард вообще в истории по передачам. 26, да, у него передача. И вас, с одной стороны, удивляет, что у него такая сумасшедшая статистика в плей-офф. То есть такого не было никогда. И с другой стороны, он сейчас в глазах многих болельщиков идеальный игрок, просто идеальный. Ну, 128 очков за чемпионат в последние годы, да, но это набрать просто невозможно. А вы, как тренер, опытным глазом видите, в каком компоненте он может еще прибавить, чтобы стать просто еще лучше, хотя это, наверное, невозможно. Ну, здесь вот вы говорите, что вот он, да, что он там вот ассистент, он хороший, вот это вот. Но здесь нужны и партнеры. У него партнеры хорошие, поинт, конечно, хорошие. Чтобы набирать ассистент, чтобы кто-то должен забивать. Тут все складывается. И хоккей – это все равно коллективная игра. Коллективная игра, без партнеров ты не будешь, и никто бы, даже тот же Грецкий или меня, они бы, да, они хорошие, великие игроки, но они играли с хорошими партнерами, поэтому они набирали столько много очков. Конечно, тут Кучеров, он как бы и создал этих партнеров, вот там взять, они все-таки играют-то вот в его хоккей. Поэтому они так и играют. Я почему в начале беседы сказал, что вот даже вся Тампа играет в его хоккей. Потому что лидер играет, и за ним тянутся, это нормальное явление. Так и раньше было, да, там по белым медведям, еще где-то он так вокруг себя формировал. Ну, ну, там не так, там даже, раньше-то я скажу, когда они играли с Гусем, там больше все-таки Гусь был как бы лидером. Кучеров, я еще раз повторю, что он был младше, ему были, он им небольшой, и он все-таки больше подыгрывал. Подыгрывал больше. Вот, и сейчас он вот открывается, и вот эти годы он все доказал, что здесь он больше вот сейчас, как лидер, он берет на себя игру. Вокруг него создается. Раньше, я скажу, в белых медведях такого так не было. Кстати, если пофантазировать, да, Никита Гусев, у него там карьера в Нью-Джерси складывается так, как она складывается, а вы видите нынешнюю Тампу, если Гусева перенести в эту нынешнюю Тампу, в каком месте вы бы его видели, и пошло бы это на пользу Тампе, самому Гусеву смог бы он писаться в эту команду, потому что, конечно, мне было обидно, когда они его, имея на него права, обменяли его там Вегас, потом Нью-Джерси. Ну, просто пофантазировать. Представьте, Гусева в этой Тампе, где бы он играл? Ну, он играл, во-первых, в большинстве, он основной был. Нет, вот в эту Тампу он в большинстве получил бы место? Если бы он там был, он должен был получить. Я считаю, все-таки, вот Гусев, по игре в большинстве, он, наверное, самый лучший. Но это для меня, конечно. Он расставляет игроков, он не только расставляет своих, он и чужих расставляет в зоне. Когда он играет, если у него есть доверие. Конечно, ему тяжело вот где-то в равных составах. Да, у него не хватает вот этой вот скорости. Но когда вот эта игра, вот позиционная игра, он здесь, конечно, Никиту... А в Нью-Джерси как вам понравилось? Сейчас большинство в Тампу еще добавить, а Тампа бы вообще была, наверное, убойная. А вам понравился этот эпизод, когда Стемкос вернулся меньше, чем на три минуты и забил гол? Это прикольный был момент. И какая роль вообще Стемкоса в команде? Когда вот говорят, знаете, там Питтсбург, да, есть Кросби, играет Малкин в один хоккей. Когда Кросби нет, он играет в другой хоккей. Насколько роль Стемкоса, насколько он влияет на игру Кучерова? Или вообще никак это не связано? Ну, здесь сейчас-то, что это было сказано, он там сыграл совсем мало. То, что он забил, да, там от него, может, даже... Почему он и забил так легко? Соперник, наверное, не ждал этого. Неожиданно так он выскочил, там Хедмилл хорошо отдал, он отбежал и попал. Забить-то он может. Как раз он снайпер. Он мастер вот в этом. Он всегда и был, вся карьера у него, особенно когда начинал, он почти не отдавал, он бросался от всех позиций. Потом он немножко поменял уже в последние годы. А если взять статистику его поначалу, так он в основном хороший бросок. Примерно он такой же, как игрок, да, немножко, он, конечно, где-то, наверное, более разнообразный. Но все равно, как Овечкин. Он снайпер. Стэмкос. Третий вопрос такой. Будут вручать Конс Майд Трофи самый ценный игрок в плей-офф. И очень много мнений. Ну, понятно, Худобин – это главный претендент со стороны Далласа. Если говорить о Тампе, да. Я знаю, кого вы назовете. Разумеется, будет Кучерова. Но, вот смотрите, Андрей Василевский, да, воротарь, великолепный воротарь. Уже 17 побед, тащит, когда нужно. Виктор Хедман – просто уникальный защитник. Он делает что-то невероятное. Он в обороне от него, как от печки, они все танцуют. Забил уже, сколько, 11 голов. Поинт очень хорош. И на очко всего лишь остается от Никиты в гонке бомбардиров. И он, как центр, тоже системообразующий игрок. Скажите, почему Никита может получить Конс Майд Трофи при сумасшедшей конкуренции со стороны партнеров в голосовании? Ну, сейчас, как бы, мнение это идет, что там, как раз, Кучерову-то не дадут. Думаете, нет? По всем, по этим, Кучерову не дадут. Ну, как бы, все эти интервью смотришь, просматриваешь, прочитываешь. Ну, тут вот вы назвали всех этих вот, да, вот они 4 человека, наверное, они все образующие этой команды. И любому из них дать это, и, наверное, это нормально. Конечно, можно было бы дать 11,7 на четверых его поделить. Все, что Хэдман получит, и что тут, он здорово проводит. Пойнт очень здоровый, конечно, молодец. Я бы Кучерову дал, на самом деле. То есть, я тут... Ну, интересно, Кучеров, но моя, вот, мое, мое. И почему я вам вчера и позвонил, что немножко Кучерова недооценим. Вот объясните, вот это, раскройте эту тему и выскажитесь. Ну, я пытаюсь вот во все, вот в нашей беседе сегодня сказать, что все-таки Кучеров сейчас определяет лицо там. От него идет вот вся энергия игры, и они играют вот именно, вот как он задает темп. Тут тяжело как бы объяснить, но вот всей вот команде вот этого, они играют вот именно, как он хочет, как он играет. Он как вожак вот ведет вот их туда, чтобы правильно играть. Быстрый пас, хорошая помощь, движение вот этого. Приятно видеть, на самом деле, очень классный хоккей. Конечно, тяжело, потому что, да, их изучают, там Даллас, я думаю, просматривают. Они особо стараются не играть с ними в открытый хоккей. Посмотрите, они все равно больше стараются от обороны, чтобы где-то в своей зоне вот этих вот контратак не получать. Они же хороши вот в контратак. Чуть-чуть только, если вот где-то Даллас чуть-чуть, вот они дают вот пространство. Где-то вот эти три-два-два-один они сразу используют. И поэтому они стараются где-то всегда три-четыре человека сзади держать. Не давать им просторы вот этого. Четвертый вопрос о том, как Никита немножко поменялся, потому что он, было видно, нацелился на кубок Стэнли. Прям, мне кажется, даже он разозлился в какой-то момент. Это было, если не ошибаюсь, после серии как раз с Коламбусом в первом раунде 0-4, потому что он давал, в принципе, более-менее так нормально интервью. Но когда я приезжал к ним в Европу, в Европе у них был матч, да, вот у Тампы они два раза играли, где это было, в Стокгольме, по-моему, да? В Швеции, да. В Швеции, вот. И он как раз вышел в раздевалку после тренировки, по-моему, и вокруг него американская пресса, не российская, а американская столпилась. И он сказал, я не буду общаться. То есть меня это удивило, потому что инхайлская пресса обычно не отказывает. Но я так понял эту ситуацию, что он разозлился на эту ситуацию, что много слов и мало дела. Ему надо выиграть Кубок Стэнли. После этого он станет обычным Никитой, который нормально как бы разговаривает и поменяет ситуацию к действительности. Насколько вы видите, что он каким-то сумасшедшим образом сейчас на этот Кубок Стэнли нацелился и отбросил вообще все лишнее, что помешает ему до этой цели дойти? Нет, ну так и есть он, в принципе, как у нас раньше же. И я с ним много об этом тему, когда маленькие были там разговаривали. Как раньше у нас такие поговорки были там, игроку задают там, скажи там два слова. Он отвечает ему. Мне говорят, забить два гола проще, чем сказать два слова. Вот, и когда тоже моя эта поговорка, всегда я говорил, когда игрок начинает много говорить, он перестает играть. Ну, это вот мое мнение было. Ну, и, наверное, может, и он где-то это вот впитал в себя вот здесь, с этих вот, именно с детства. Поэтому он, может, и мало так общается сейчас. Я думаю, время будет у него, надо выиграть, а потом и поговорит. Вот об этом-то и речь как раз, да. То есть вот никакие слова не должны помешать ему дойти до этой цели. И меня поразило, когда он на пресс-конференции сказал, когда он побил рекорд, там по количеству очков в одном плей-офф, ну, какой-то большой рекорд он побил. Ему говорят, ну, что вы об этом думаете, это же великое достижение. Он говорит, меня это вообще не волнует, я сюда пришел в закупку. Он так сказал прямым текстом на пресс-конференции. Да, я это читал, да, тоже читаю, просматриваю. Ну, сейчас, да, главная цель – сосредоточиться, выиграть. Тем более, что будет через год там, никто не знает. Куда они доберутся? Нет, сейчас они рядом. Люди иногда всю жизнь играют и не выигрывают. Да, упускать, конечно, такой момент нельзя никак. Нельзя, потому что, может, второго случая, может, и не потом там, вернее, они уже второй раз, может, и не подвернуться так, чтобы все сложиться должно. Могут быть и травмы, ну, все, что угодно, это хоккей, это спорт. Некоторые и так вот с первого раза получается все, а у некоторых вот всю жизнь. Сколько лет тот же Овечкин и шел к этому Кубку Стэнли? Да. Там многие, не помню, как кто-то сказал, по-моему, или Житник, или еще кто-то, что он в первый сезон вышел в финал Кубку Стэнли с Грецки, в 93-й год, когда он играл за Лос-Анджелес против Монреаля. И было чувство у него, что так будет каждый год. Вот он приехал в Лигу, и в первом сезоне играет в финале. А потом больше не было. По-моему, он был еще в 99-м, по-моему, с Гашиком он играл тоже, если не ошибаюсь. Но это бывает, может быть, раз в жизни. И шанс уплыл, и все. Ну, некоторые есть, да, такие команды, как в свое время, когда там Грецкий играл, там Эдмонтон, там Питтсбург, то есть что-нибудь там, Детройт, они выходили там каждый год, там проходили далеко. А здесь, не знаю, может все поменяться. Но все-таки, мне кажется, вот эта Тампа, она способна быть именно командой династии. Потому что, посмотрите, там лучший вратарь собран, лучший защитник, лучший форвард. Лучший, можно даже сказать, центр форвард. И они могут несколько лет подряд выиграть, но им надо с чего-то начать. Да-да-да, они как вот эти команды, которые по несколько лет подряд доминировали в хоккее в этом Ванхе. И Тампа сейчас как раз, вот она на этом уровне еще, они, поймут, они молодые ребята. Лидеры, молодые ребята, и Хедман еще поиграет. Сергачев там выходит на хороший уровень. Да, ничуть не хуже, чем Питтсбург, Чикаго или Лос-Анджелес, которые после большого локаута брали несколько кубков стендер. Да-да-да, они еще могут поиграть, вот им на шороху навести эти годы. Два-три-четыре там года. Пятый вопрос у меня такой. Вот правильно вы описываете роль Никиты Кучерова в Тампе, что от него все это идет игра. Как вы думаете, в сборной России, когда он туда приедет, надеюсь, на Олимпиаду в Китай, куда Энхелес отпустили, или, может быть, будет чемпионат мира, хотя чемпионат мира тяжело, потому что Тампо далеко проходит, да, чемпионат мира в Минске. Но, допустим, это будет Олимпиада в Китае, куда Энхелес гарантированно едут. Как надо выстроить сборную России, где очень много других ролевых важных игроков, чтобы, может быть, это пошло на пользу всем, и Никита играл бы такую роль. А может, он уже играет, вам в Братиславе показалось так, что это и есть, особенно в связке с Гусилом. Как вы видите Кучеров в сборной России? — Я думаю, что вот как раз следующий вызов сборной, как раз он, я думаю, что уже Малкин, все-таки Овечкин, они уже в возрасте. И я думаю, как раз вот эти вот ребята, вот тот же Кучеров, Гусев, они там будут уже вот задавать атмосферу, темпы. Я думаю, что от этого сборная только выиграет. Я вот на это надеюсь, они в таком возрасте сейчас. Как раз и он доказал вот этой своей игрой, свои вот эти последние пять лет он, что в НХЛ он уже там лидер в команде. Я думаю, к нему и здесь вокруг него будет уже строиться. Я не хочу обидеть ни Овечкина, там никого, но уже ребята вот более, наверное, будут. И они будут задавать, у нас сборная будет немножко, я думаю, по-другому играть. При Брагине, да? При Брагине. Вроде. Да я думаю, что главный там, кто бы тренером не был, главный тренер не мешает. Не мешать где-то, а вместе как-то они будут эту команду создавать. А какого вы видите идеального российского центра в сборной России под Кучерова и, наверное, Гусева? Не знаю, сейчас тяжело сказать. Они же в свое время играли с ними. Миша Григоренко играл. Ну вот вам кто больше нравился? В Красной Армии играли, и Коля Прохоркин там играл с ними, в Красной Армии, когда они там зажигали. Ну а вот если, допустим, это зависит от вас, вы бы сейчас взяли российского центра, сборную, допустим, формируют на матче завтрашний, вы бы кого просто поставили, пофантазировать, если? Кузнецова, понятно, что не может быть. Тяжело там, надо будет на тренировках посмотреть, все равно. В тот момент, вот именно, что их взять, посмотреть, кто с кем лучше. Попробовать там одного, второго, с кем будет лучше получаться, с кем будет более комфортно играть. Посмотрим, да. Чтобы не сглазить, не будем там глазить, да, пускай они выиграют шестой матч сначала, в спорте нельзя говорить наперед, но... Я уточнить хотел, вот сейчас у них карантин, пандемия. Мне кажется, они не смогут Кубик Стэнли вообще возить никуда, не смогут. Но это обидно будет, что он не сможет привезти. И, может быть, вы знаете, куда бы он хотел, может быть, привезти? Где-то Москва, может, он к вам привезет, куда, планы какие-то. Ну, я думаю, если бы он привез, я думаю, что он, да, где-то вот ко мне, я думаю, он бы привез. Где я сейчас, в тот момент бы находился, работал. Жаль будет, если они не разрешат катать так? Конечно, жалко. Конечно, он бы привез и дети, которые сейчас, я тренирую детей, они бы там по общению, все. Это как для популяризации же хоккей. Очень важно. Конечно, жаль. Расскажите, где вы тренируете, куда бы, пофантазирую я, он бы мог приехать? Ну, я сейчас на большом катке мы работаем, в Долгопрудном там, где у нас здесь такой каток. Туда бы мог, да? Да, привез, там хороший каточек, небольшой, там 3 километра от кольцевой дороги, Москва, здесь все рядом. И Белые Медведи, где он начинал, мы начинали с ним, там тоже, там 3 километра до этого катка. Да. Вы расскажите, пожалуйста, интересно, как он проводит лето, потому что видно, когда Овечкин, да, лето проводит, приезжает в Москву, день рождения там, 500 человек в зале, даже 1000. Вот, куда он не придет, там в Новосибирск поехал, куча фотографий, там Овечкин, Овечкин приехал, вот. И кучера вообще не видно, он очень скромный, и он держится в стороне от медиа летом. Вот приезжает он обычно к вам летом, может быть, сейчас он приедет осенью, потому что у них до декабря сезона не будет. Все сдвинулось, на самом деле, может, и не приехать, потому что если кубок не дадут, может остаться в Америке, да. Но как он обычно проводит лето к вам, заглядывает, что вы делаете, как общаетесь? Я скажу еще, вот последний год он уже вот приезжал, в прошлом году, он уже где-то более популярный стал. Где-то его там приглашали, где-то какие-то там что-то, ну, там куда-то, программы какие-то, его там еще что-то. А вот до этого там вот он приезжал, ну, он еще так смеет, ну, как бы мы разговаривали, что вроде, да, в России-то его никто и не знает. Он приезжал даже где-то там в свое время, в Подольске я тогда был, он даже с нашими ребятами тренировался там с нами, и летом тренировался там, я помню. Фотографии были, это какой там, 15-16 год. Вот, и последний год они, предпоследний вот выпуск был 2002 года у нас, вот, 2002 года они там собирались, даже в футбол поиграли. Там Гусев был вот как раз, Кучеров там, ребята 92-го, на 2002 год играли там. Вот эти ребята сейчас Марат Хуснудинов, вот в СКА, который Кирса, вот они с ними в футбол поиграли там. Команда на команду. Кучеров хорошо играет в футбол? Неплохо. Потому что голова-то, вот видение поля. Даже игра отдала, открылся, движение, быстрота. Меня удивило, когда он в передаче снимался там у Ярушина, вот, у него был пранк, нам надо было разыграть, он там проигрался в Пари, и он шел по супермаркету московскому с табличкой, извините, за Финляндию, и его никто не узнавал. А я вот о чем вам и говорю, что его в России-то особенно, если Овечкин эти раскрученные ребята, так он приезжал, всегда приезжает так скромно, вот мы, ну там встречаемся, куда-то сходим, там посидели, там поужинали, там. Чаще там ребята, вот мы встречаемся, как бы я и ребята 92-го года. Вот, в этом году, как бы, вот у нас не получилось в связи с этим совсем. А так, в общем, всегда, вот каждый год, мы почти каждый год, он приезжал, и мы каждый год встречались. Я надеюсь, что все-таки он Кубок Стэнли свой возьмет, и хочется в это верить, и он откроется, немножко хотя бы, чуть-чуть переоткроется для прессы, которая буквально стоит за дверями и ждет, когда это будет, потому что нам только дай повод, на самом деле, мы не то, что именно его раскручат, но мы просто заждались этого момента, когда он будет более, чуть-чуть открытый, чтобы больше, больше, больше о нем писать. Это не то, что мы не хотим писать, мы просто не можем. Но я понимаю эту ситуацию, когда человек нацелен на что-то, и он к ней цель идет, он может в какой-то момент отключиться от всего. И, кстати, НХЛ его не трогает, то есть, когда я рассказывал тот случай из Швеции, да, он говорит, я не общаюсь. НХЛ такая, а, ну окей. То есть, какому-то игроку из четвертого звена за штатной командой сделали бы втык. Сказали, ты что, совсем обалдел? Тут мы пиаровская машина. Ему, его не трогают, они понимают роль Никиты для всей лиги, и говорят, ну окей, у него там свои мысли в голове, мы его трогать не будем. Вот, ну и все ждут северамериканцев. Они, наверное, уже, наверное, привыкли к нему, Павел, что он вот так себя ведет, а иногда же он тоже приучил их. Марио Лемье, кстати, практически не дает интервью. Марио Лемье, я приезжал, помню, в Питтсбург, говорю местному этому парню, говорю, хочу с Лемье пообщаться. Я вижу, на трибуне он сидел там, говорит, ты что, с ума сошел? Он вообще ни с кем не разговаривает. А если он даст тебе интервью, то его же сожрут местные питтсбургские журналисты, с кем он не общался много-много лет. Это что, какой-то русский приехал, взял интервью, нам не дает. Вот, и я думаю, вот если он выиграет кубок, вот как раз если бы выиграл, приехал в Россию, вот здесь привез его сюда, конечно бы он, вот, он бы его более узнаваемый здесь стал, в России. Все к нему придет, у него на самом деле карьера только начинается, еще лет 10, 15, 20, какие-то 10, 15 точно еще будет играть, легкий, быстрый. Да, опять же, не хочу сглазить, но приятно видеть на самом деле, когда на таком уровне наши ребята выступают. Да, сейчас вот они там, 6 человек, вратари тоже, конечно, выстрелили. Как вы смотрите хоккей, расскажите. То есть вы включаете, что там, Яндекс, в 3 ночи встаете? Встаю иногда, но какие-то игры, бывает, и не смотрю. Но стараюсь смотреть, да. Эту не пропустите? Не пропущу. Все, спасибо вам за беседу, вот, и верим в команду, как говорится, в таких случаях. Да, я надеюсь, что сегодня должны одеть. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok